МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это объявлен Годом народного творчества, и мы будем поддерживать это направление, потому что то, что стоит о наших устоках, должно идти из семьи, из нашего народа, надо вспоминать всю нашу культуру, не забывать о ней. В таком же формате раздолье отпразднует и Новый год. Администрация парка уже сейчас приглашает присоединиться всех желающих. А вот Владимир Веницкий решил на этом не останавливаться. Этот фестиваль должен стать традиционным. И проводиться не только в ноябре, когда уже холодно, здесь все согреваются в русском танце, танцуют, а проводиться и весной, и осенью, и летом. То есть русское раздолье летнее, русское раздолье весеннее, русское раздолье осеннее. И так каждый год, чтобы праздник не покидал, ведь его с таким восторгом приняли жители. Нам здесь очень весело. Мы вообще любим себя веселить, радоваться, потому что пенсия – это радость. Свою порцию счастья получило и подрастающее поколение. Послушали русские народные сказки от захаровских бабушек и научились делать подкову на счастье. Да не простую, а кофейную с цветочным декором. На этом мастер-классе легко и просто. Каждый ребенок может сделать подарок своей маме. Из подручных материалов, которые есть в каждом доме, например, из трубочек или салфеток, или даже бумаги. Вот такую вот записную книжку, букет. Ну и, конечно, вот такие бусы. И, кстати, я тоже решила попробовать приобщиться к этому увлекательному занятию. У меня, на самом деле, неплохо уже получается. И мои бусы тоже уже почти готовы. А пока я делала бусы, пятилетняя Таня смастерила сумочку в форме сердца. Говорит, подарит маме и даже нашла ей применение. Что ты будешь там носить? Лазные штуки. Ну а сейчас у тебя там что? Конфеты. Но здесь не только мастерили, еще и презентовали собственное производство. Игрушки-талисманы, магниты, ключницы, кошельки под старину, дамские сумочки, даже авоськи. Все из натуральных тканей и кожи. Каждый товар штучный. Авторы работ – семья Филатовых и Бердниковых. Было еще одно семейство – тыквенное. Угощали всех необычным напитком. Хочется сказать, что я пью настоящий глинтвейн. Хотя, друзья, на самом деле это не глинтвейн, а тыквейн. Очень оригинальный, уникальный, вкуснейший напиток. Вот расскажите, из чего вы его готовите, как вообще пришла такая идея, куда взялось такое? Готовим мы его из тыквы, друзья мои, как и все остальное у нас. А вот что это там входит? Состав глинтвейн входит, помимо тыквы. Тыквы там, кстати, в составе больше всего. Тыква, апельсин, лимон цитрусовый, корица, кардамон, гвоздика, душистый черный перчик. А если захотелось чего-то эдакого, то тыквенный чай или кофе, тыкванат и тыквенное варенье в самый раз. А имбирный пряничек, который здесь мог раскрасить любой желающий, так вообще пальчики оближешь. Эти гастрономические радости здесь можно будет отведать каждый сезон. Народное творчество живет, и ему еще есть чем удивить. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.